МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город развивается. Во дворах Абакана идут благоустроительные работы. Начнутся они и на спортплощадках. На улицах Абакана монтируют новые автобусные павильоны. День семьи, любви и верности. В Абаканском детском саду Варенька состоялось мероприятие «Мы вместе». Сегодня в Абакане завершается международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чирчаян на траве». Здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24. Информационная программа сегодня. В студии с обзором событий дня Роман Кремзуков. Не переключайтесь, я расскажу о том, что важно. Во дворовых территориях, которые в этом сезоне попали в федеральную программу формирования комфортной городской среды, подрядчики уже приступили к следующему этапу работ. После асфальтирования им предстоит обустроить дворы малыми архитектурными формами, установить лавочки, урны и сделать резиновое покрытие. Подробности далее. В перечне дворовых территорий, претендующих на обдавление, 18. Многие включают в себя комплексный ремонт, асфальтирование, установка малых архитектурных форм, новое покрытие на площадках. Поэтому, как принято говорить, времени на раскачку нет. Осваивать расширенный перечень по сравнению с прошлыми сезонами подрядчики начали еще весной. За это время они заасфальтировали пространство, транспортно-технический отдел, управление коммунального хозяйства и транспорта уже произвел вырубки. Асфальт отправлен на экспертизу. Из 18 дворов на 12 дворах уже полностью выполнены работы по асфальтированию и парковочных площадок, и тротуаров, и проездов. Соответственно, мы четко следим за качеством выполняемых работ. По всем дворам, по всем ремонтам были сделаны специальные вырубки, контрольные анализы проведены. Асфальт соответствует необходимому качеству. С подрядчиком рассчитались по тем дворам, которые были уже сданы в соответствующие документы. Сейчас осталось, по большому счету, у подрядчика выполнить работу на пяти дворах. Теперь подрядчики занимаются, можно сказать, будущим обликом дворовых территорий. На смену старым качелям и песочницам приходят новые безопасные установки. Хотят видеть жильцы в своих дворах и игровые комплексы. Однако на некоторых территориях, как во дворе дома по улице Дружбы народов 4, рабочие готовят основания отдельно под каждую позицию. Затем функционально распределяют новенькие объекты на земельном участке. Параллельно идут работы во дворах на улице Стафата 4 и 10 Б. На первом пункте задача была поставить новые лавочки, урны, подготовить детскую зону и выполнить резиновое покрытие на просторной спортивной площадке. На втором пункте заказ от жильцов подобного формата, но в более таком компактном стиле, плюс озеленение. Часть работ также выполнил подрядчик и во дворе на улице Пушкина, начав обустройство парковочной зоны. Из всех подрядчиков, которые у нас определены на этот год, 4 подрядчика у нас иногородних. Самый большой объем дворов у нас определен за компанией «Ксил», 6 дворов, 5 дворов у нас устанавливают малые архитектурные формы наша местная компания «Крылатые качели», дальше убывающая красноярская компания «Юмакс». И еще один двор у нас делает наш двор «Сибири», это «Уральская компания». Через предпринимателя они поставляют сюда тоже свои малые архитектурные формы. Так вот, на прошлой неделе приступила к своим работам и компания «Юмакс». Они зашли сразу оптом, будут делать все дворы, на которых они задействованы. «Крылатые качели» работают понемногу, сейчас они выполняют работы по улице Чехова, 135. И самый большой двор, это «Стафата-4», туда зашла компания «Красмаф», он самый дорогой в текущем году. Поэтому и наполнение вот этого двора малыми архитектурными формами достаточно обширное и большое. Добавим, что даже после сдачи объектов подрядчики несут ответственность за выполненные работы и в течение трех лет должны устранить любую поломку, либо же заменить форму. Константин Аникин, Андрей Ралов, Новости. Чемпионы рождаются во дворах. А 8 спортплощадок во дворах Абакана будут реконструированы в текущем и следующем году. Они будут отремонтированы по федеральному проекту «Детский спорт». Об этом вчера заявил депутат Госдумы Сергей Сокол. Подробности далее. Жилой район Полярный в Абакане – один из самых отдаленных от центра. В последние годы он бурно развивается. Растут многоэтажки, вот-вот будет введен в эксплуатацию огромный жилой комплекс «Лазурный». В связи с этим администрация Абакана вкладывает серьезные средства в развитии инфраструктуры района, но возможности муниципалитета ограничены. У нас есть хоккейная коробка, у нас есть волейбольная площадка, но она уже древняя, доисторическая. И я бы очень хотела, если бы на это обратили внимание, и у меня обращение было к Соколу Сергею Михайловичу о том, что обратили это внимание. Потому что нам нужно модернизировать, и дети должны быть заняты. Результатом обращения стал визит депутата Госдумы Сергея Сокола на Полярку. Вот, собственно, эта самая площадка, за модернизацию которой так ратуют местные жители. Они уверяют, что коробка очень редко пустует. Летом ее оккупируют юные футболисты, зимой играют в хоккей и дети, и взрослые. Местные предприниматели помогают. Недавно, например, установили за свой счет ворота. Но полноценный ремонт требует совсем иных затрат. И это тот самый случай, когда помочь может один из многочисленных инфраструктурных федеральных проектов, считает Сергей Сокол. Вот эта площадка сделана в прошлом году по федеральной программе «Городская среда». Там в соседнем дворе есть большая площадка, возможность для того, чтобы сделать нормальную хоккейную коробку. И еще пару площадок для игровых видов спорта. По программе «Детский спорт» вполне реально сейчас это начинать уже реализовывать. И не только, кстати, там. Есть еще другие у нас по городу площадки, на которых можно было бы это разместить. И обязательно нужно это делать по согласованию с жителями. Помимо этой коробки в программу «Детский спорт» будут включены еще семь. Все они расположены в отдаленных от центра районах города. Все востребованы. На некоторых, заверил Сергей Сокол, работы начнутся уже в этом году. Очень важно отметить тот факт, что наконец-то власти начинают обращать внимание на то, что происходит не только в центре, но и на периферии города. Потому что микрорайон Полярный – это достаточно быстро разрастающийся микрорайон. Мы сами купили, как молодая семья, приобрели здесь жилье. И хотелось бы, конечно, чтобы нас услышали. Сегодня дана была обратная связь. Очень радует. И, конечно, мы все ждем. Самое главное – это результат сотрудничества и результат того, что жители услышаны. Помимо ситуации со спортплощадкой, жители Полярного рассказали Сергею Соколу и о других проблемах района. Например, об экологии, о бездействии регоператора «Аэросити-2000», из-за которого переполнены зоны твердых бытовых отходов. Поделились они и мечтами о набережной вдоль дренажного канала. «Может стать местом отдыха не только для жителей микрорайона, но и для всего города. Сюда можно будет приезжать. Но начинать можно с малого. Не обязательно тратить сразу большие средства на логоустройство. Нужно просто будет привести общими усилиями все это в порядок. И для того, чтобы все это делать, нужна командная работа и города, и правительства республики. И только так у нас получится сделать для жителей что-то хорошее». Все вопросы, которые сегодня задали Сергею Соколу, жители Полярного, зафиксированы. По каждому обращению, заверил депутат Госдумы, будет проведена работа. Анзор Саванов, Артем Зараков, новости. Приступили к установке. Подрядная организация из Тюмени, которая выиграла городской контракт, сегодня ведет монтаж остановочных павильонов. Новые имеют усиленную конструкцию, выполненные в комбинированном стиле. Подробности в нашем материале. Напомним, на этой неделе Абакан получил пять новых остановочных павильонов. През их подрядчик из Тюмени, который выиграл контракт на эти работы. Конструкции сборного типа и имеют комбинированную основу. Остановки более просторны и отвечают всем современным требованиям. На территории спецавтобазы ЖКХ эти металлические конструкции собрали и теперь отвозят на улицу Дружбы народов на замену старым. Новая остановка представляет из себя металлический каркас с трехслойным стеклом и массивной крышей. Однако стиль остановок, как пояснили в Управлении коммунального хозяйства и транспорта, в каждом районе будет разный. В центральной части города для жителей и гостей столицы планируется сделать остановки в хакасском стиле с орнаментами. Кроме того, должны появиться и умные остановки. Их по проекту оснащают информационным табло со временем прибытия транспорта, камерами, видеонаблюдением и даже бесплатным Wi-Fi. Городская программа замены остановок рассчитана на три года. Ранее в Абакане в период двухмесячника по очистке и благоустройству заменили 50 остановок на более красочные и соответствующие городскому дизайну. В будущем обновление будет ждать все остановочные павильоны. Работают сегодня строители и на объектах спорта Абакана. В частности, традиционная летняя ремонтная кампания началась на стадионе Саяны. В течение нескольких недель рабочие должны обновить конструкцию спорткомплекса, привести в порядок трибуны и многое другое. Стадион Саяны в народе называют центральным. Именно здесь проходят главные спортивные и зрелищные мероприятия города. Но мало кто задается вопросом, каково это – содержать столь огромное сооружение. А не просто. Прежде всего, именно из-за размеров. Отремонтировать разом все можно, но для этого потребуются десятки миллионов рублей. Такой возможности пока что нет, поэтому реконструкция ведется пошагово. В данный момент у нас осуществляется ремонт въездных групп западной и восточных трибун. Также будет осуществляться замена сидений, восточная трибуна, монтаж, демонтаж. То есть сломанные мы выбрасываем, новые мы закупили, будем ставить. Также уборка всей большой спортивной арены. То же самое – покраска, шпаклевка входов сектора. Часть работ уже выполнена. Рабочие освежили фасад стадиона, установили новые скамейки. И, кстати, еще в прошлом году заменили мини-трибуны у поля с искусственным газоном. Сейчас выправляют бетонные конструкции трибун. Трибун, которые совсем скоро примут зрителей главного концерта «Дня города». Еще одно зрелище на стадионе «Саяны» состоится в преддверии «Дня города». Речь о футбольном матче между сборными командами «Хакасии» и «ТВ». Это часть проекта Министерства спорта по возрождению футбола в нашей республике. И сейчас специалисты ведомства пытаются реанимировать газон центрального стадиона. Задача эта непростая. Остарожилы помнят, что с газоном на «Саянах» всегда были проблемы. Вот и сейчас идеального поля никто не обещает. Но и, как говорится, огорода не будет, уверены организаторы товарищеских игр. Что ж, увидим все 14 июля. Начало игры, напомним, в 17.00. Ну и, конечно, обновленный стадион будет ждать барельщиков зимой. Ведь, как стало известно совсем недавно, абаканские «Саяны» новый сезон проведут в Суперлиге. Так что здесь, в Абакане, мы будем ждать сильнейшей команды России. Все на хоккей, все на футбол, все на стадион «Саяны». Анзор Сабанов, Андрей Аралов. Новости. Три миллиона рублей. Такой штраф получил местный предприниматель за то, что купил и незаконно хранил у себя спиртосодержащую продукцию. Об этом нашей съемочной группе рассказали в городской прокуратуре. О других обстоятельствах дела в нашем материале. Абаканский городской суд вынес приговор в отношении 51-летнего жителя республики Хакасия. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2 статьи 171. Прим Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающий уголовную ответственность за незаконную закупку, хранение и перевозку спиртосодержащей жидкости. Судом установлено, что осенью 2022 года местный предприниматель, занимающийся розничной продажей бытовой химией, приобрел в городе Красноярске спиртосодержащую жидкость, доставил ее в город Абакан и хранил в складском помещении. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий незаконная деятельность данного предпринимателя пресечена. Из оборота изъято 4000 литров спиртосодержащей жидкости стоимостью свыше 2 миллионов 800 тысяч рублей. С учетом позиции государственного обвинителя и материалов уголовного дела, суд назначил данному предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил. Абаканец перевел мошенникам более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Полицейским он рассказал, что поверил лже сотрудникам Центрального банка, которые дозвонились до него и сообщили, что на мужчину оформлен крупный кредит. Далее к разговору подключился якобы сотрудник полиции и убедил потерпевшего, что ему нужно оформить дублирующий кредит и перевести денежные средства на безопасный счет. Что житель Абакана и сделал. Теперь ему предстоит выплачивать банку кредит. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Далее короткие новости. Спасатели МЧС на вертолете эвакуировали из горно-таежной местности 47-летнюю женщину. Находясь на отдыхе, жительница Красноярска серьезно заболела. Ей понадобилась госпитализация на вертолете. На Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, который базируется в Абакане, на базу в Таштыбском районе, где находилась женщина, были доставлены спасатели и врачи. Со слов отдыхающих, женщина заболела 4 дня назад и состояние ее ухудшалось. Больной оказали первую помощь и спустя 2 часа передали врачам уже в Абакане. Ее состояние специалисты сейчас оценивают как удовлетворительное. Спасатели просят туристов и отдыхающих, отправляющихся в труднодоступную местность, всегда иметь при себе средства связи и набор необходимых лекарств. В Хакасии подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Рейдовые мероприятия и массовые проверки проводились в республике с 23 июня по 2 июля. За это время сотрудники госавтоинспекции отстранили от управления 91 нетрезвого водителя, который сели за руль в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, 161 лишенных права управления, либо не имеющих такого права. На штрафстоянке помещены 83 автомобиля. Мероприятия по выявлению лиц, которые садятся за руль в состоянии опьянения, продолжаются. Только за последние сутки отстранены от управления транспортом 8 нетрезвых и 7 не имеющих прав водителей. На ликвидацию очага сибирской язвы в Туве брошено несколько десятков специалистов, включая сотрудников Иркутского и Ставропольского противочумных институтов, сообщает коммерсант. Напомним, в Туве болеют четверо человек. В опасной зоне сейчас 19 чабанских стоянок и село Биджик-Хая. Здесь установлено круглосуточное дежурство. В Туве устанавливается круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. По предварительным данным, это 37 человек, которые сейчас под наблюдением врачей. По факту заболевания полиция проводит проверку. За продажу наркотиков 43-летний житель Саиногорска отправился в тюрьму. В декабре прошлого года он был задержан при сбытии синтетического наркотика. В ходе следствия сотрудниками полиции установлено, что Саиногорец в поисках легких денег приобрел наркотики в интернете с целью сбыта. При продаже его и задержали. По решению Саиногорского городского суда мужчина приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу. В Хакасии выявлен первый за последние три года случай заболевания коклюша. Заболел двухлетний ребенок, которого родители решили не прививать. Состояние ребенка опасений врачей не вызывает, он лечится дома. Коклюш – инфекционное заболевание дыхательных путей. Для него характерный длительный кашель, поражение дыхательно-сердечно-сосудистой и нервной системы. Особенно тяжело его переносят дети. На сегодняшний день только вакцинация является единственной мерой профилактики коклюша. Родителям стоит задуматься. Далее прервемся на рекламу, затем продолжим обзор событий дня. Реклама Знаменитые ярославские краски, сухие строительные смеси. Все в розницу и оптом, с отличными условиями. Качество отменное, цены низкие. Работаем с НДС. Стройте и ремонтируйте с магазином «Солострой Абакан Пушкина-211». Для самых близких, для любимого дома, для уютной спальни. Огромный ассортимент текстильных изделий. Пледы, покрывала, одеяла и подушки из натурального хлопка, кашемира и бамбука. Они созданы из ваших желаний. Дом текстиля на перекрестке Кирова-Ерыгина-21. Павильон «Текстиль» на китайском рынке рядом с отделом ковры. Тихий, закрытый двор с набережной в современном районе Абакана. Шестиэтажный кирпичный дом. Высокие потолки. Французские окна на лоджии. Удобные планировки с возможностью объединения. Фантастика. Реальность. Жилой комплекс «Крылья» на авиаторов 1Г. Взлетаем на новый уровень комфорта. 28-56-15. Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом». 26-46-46. Реклама. К началу нового учебного года у 32-й школы на улице Солнечная в Красном Абакане появится пешеходная зона с автопарковкой. В настоящее время подрядчики Архограда уже приступили к благоустройству этой территории. Согласно проекту, им необходимо проложить тротуар, заасфальтировать проезд и остановочный пункт для автобуса, который будет доставлять школьников к месту учебы. Фронт работ по благоустройству в столице Хакасии с каждой недели все шире. На днях подрядчики Архограда перебросили дорожную технику к самой новой из школ города. На улице Солнечная, 9-й жилой район Абакана. Образовательные учреждения на 250 мест городостроители сдали в эксплуатацию в конце прошлого 2022 года. К этому времени основной объем работ по благоустройству на территории самой 32-й школы уже был выполнен. Но за рамками проекта остался участок, примыкающий к дороге. Нет, о нем не забыли. Именно там сейчас и работает бригада подрядчика. Устройство тротуара от улицы Декабриста до 32-й школы, около 32-й школы организация парковки для машин, организация остановочного пункта, в том числе и киоск остановочный. Дополнительно будет освещаться еще пешеходный переход. Таким образом, перед 32-й школой на улице Солнечная этим летом появится полноценная пешеходная зона, обустроенная по всем нормам безопасности. Рядом удобный автомобильный проезд с парковкой, чтобы родители могли высадить детей. Для тех, кто будет добираться к месту учебы на автобусе, тоже обеспечены все условия. Тротуар подходит прямо к остановочной площадке. Технический выезд непосредственно с территории школы, будем говорить, красивый официальный заезд. Глумба. Вот так это выглядит на проектной схеме. Сегодня пока идет подготовительный этап. Отсыпка и уплотнение основания. Вдоль будущей парковки выстроились ряды разнокалиберных бордюров. Словом, пока все по графику. Сроки выполнения очень короткие. До 1 августа подрядным организациям предстоит завершить все виды работ и сдать объект. Там еще есть обособление такое, как перенос кабельной линии с воздушным к подземным исполнению. Но это выполняет должное МРСК в рамках наших договорных отношений. Таким образом, весь комплекс работ по благоустройству должен быть завершен к началу нового учебного года. К тому моменту, когда на улице Солнечная в Красном Абакане впервые прозвенит школьный звонок. В субботу Россия отметит светлый праздник – День семьи, любви и верности. В канун этой даты в Абаканском детском саду Варенька состоялось спортивно-творческое мероприятие «Мы вместе», участие в котором приняли родители и дети. Подробности далее. Праздник родителей и детей. Сегодня воспитанники детского сада Варенька, заручившись поддержкой любимых мам и пап, проходят испытания на взаимопомощь, понимание и доверие. Все эти качества – главные составляющие одного большого, теплого и самого главного в жизни каждого человека слова «семья». В канун Дня семьи, любви и верности Абаканский детский сад Варенька проводит для детей и родителей спортивно-творческое мероприятие, которое называется «Мы вместе». Семья – это самое ценное, что есть у человека. Мы должны ценить каждую минуту, которую проводим с родными и близкими людьми. К сожалению, в нашем современном мире с его огромными скоростями и загруженностью родителей времени для такого общения остается очень мало. Поэтому детский сад старается использовать любую возможность и создать условия для взаимного времяпровождения родителей и детей. И вот сегодня, в канун праздника Дня семьи, любви и верности, в детском саду Варенька проходит спортивно-творческая эстафета «Мы вместе». На территории детского сада находятся пять локаций и родителям представляется уникальная возможность проявить все свои таланты и в творчестве, и в спорте, и в интеллекте. В конце мероприятия, конечно, все участники получат подарки, в том числе и сладкие. И вечером, я надеюсь, все соберутся за теплым ужином и со сладким чаем и сладкими подарками проведут этот вечер вместе. Провести время вместе, а может даже ближе узнать друг друга и, конечно, помочь бабе и Ге отыскать все лепестки от ромашки, вызвались пять семей. Им необходимо вместе преодолеть препятствия, которые подготовили сказочные герои-организаторы. Безусловно, семья – это когда любят и ждут. А еще это дружба, заявляют наши маленькие участники соревнований. Мамы и папы делятся. Рецепт семейного счастья – просто это доверие, тепло и забота. Конечно, мы рады провести время с ребенком. Во-первых, для нас это показатель того, что не надо стесняться, надо во всем участвовать, потому что в будущем это пригодится. Надо всегда идти к своим целям, к своим желаниям. Скажите, пожалуйста, рады ли вы сегодня провести полностью время с детьми, во-первых. Во-вторых, что по-вашему такое настоящая дружная семья и рецепт семейного счастья? Конечно, тут весело. Сейчас вот бегаем по локациям, выполняем различные квесты. Как вас зовут, мальчики? Меня Сережа. Меня Костя. Сережа, скажи, пожалуйста, что такое настоящая семья? Как ты думаешь? Это радость и любовь. Это нечто единое целое. Я всегда говорю сыновьям, чтобы они друг за друга были горой, всегда друг друга защищали. Семья – это, конечно же, любовь, это взаимопонимание, дружба, да, доча? Это вера в друг друга, это понимание друг друга. Ну и, конечно, я считаю, что секрет семейного счастья – это все-таки слышать друг друга, разговаривать, поддерживать друг друга. Ну и никогда не оставлять друг друга ни в трудную минуту, ни в хорошую минуту, всегда быть вместе. Семья – это, как мы уже собрали, любовь, забота, радость, счастье. Ну и семья должна быть большой. Взаимоуважение, любовь и доверие. И понимание. И понимание. Так весело и с пользой родителей. Дети провели чуть больше времени друг с другом. А в награду за старание детский сад подарил им приятный подарок для хороших вечерних посиделок. Ксения Майер, Артем Амзараков. Новости. Четыре театральных дня позади. Сегодня в Абыкане завершается международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Черчаян на траве». Напомним, он начался 3 июля, в День республики. На протяжении нескольких дней артисты-кукловоды с разных стран мира и из разных уголков России радовали абаканцев своими представлениями. Что было сегодня, расскажем далее. Взаимодействие со зрителем – основа спектакля, который для малышей и взрослых демонстрирует сейчас коллектив из Ирана. Как говорят сами артисты, этому представлению уже более 400 лет. Немного об экологии, немного об объединении. И несмотря на то, что говорили кукловоды на иранском и английском языках, каждый ребенок и взрослый понял суть представления. На четыре дня абакан стал настоящим театральным пристанищем для кукловодов со всего мира. Коллективы из Ирана, Белоруссии, Италии, Таджикистана, а также из самых крупных городов России радовали жителей столицей яркими, масштабными и очень зрелищными спектаклями. Сегодня последний день, когда абаканцы смогут посмотреть представления и пообщаться с артистами. На сцене театральный коллектив «Сапфир» из Ирана со своей сказкой «Мубарак против белого зла». Кукольники – это большая семья, делятся артисты. Такие спектакли всегда будут понятны и интересны зрителю, на каком бы языке их ни озвучивали. Народная сказка под мелодию национальных музыкальных инструментов оставила публику под большим впечатлением. Малышам удалось поиграть с артистами, помочь им найти злодея и, конечно, получить фото на память. Сами артисты свои благодарности к публике не скрывают. Они с большой радостью пообщались со зрителями и раздали свои автографы. Очень приятно и повезло, что в этом году нам пригласили в Абакане. У вас очень хорошие и добрые люди, гостеприимные. Нам очень нравится. И мы считаем, нам это мечта, чтобы еще раз прилетим туда. И нам очень нравится здесь. Фестиваль очень хороший, профессиональный. Все коллективы, руководители, вообще все коллеги фестиваля, они очень профессиональные. Они знали, как делать свои дела и нам очень приятно и очень нравится здесь. Я очень рад, чтобы не так летать в году, чтобы... Конечно, мы очень приятно, чтобы построить эти данные. город это подарок от Бога у нас. Это очень хорошо, потому что будем общаться с такими людьми, такие прекрасные люди. А кроме этого, это очень интересно, что наша страна тоже многонациональная, как наша страна. Там тоже очень много языков есть, очень многие люди из разных культур. И поэтому мы все понимаем друг друга. А нам очень приятно, что вы тоже такие добрые люди. Вот вообще он говорит, что арт или вообще театр это общий язык, который все понимают. Даже не важно, на каком языке вы будете разговаривать с людьми. Они все понимают, потому что это прямо идет от души. Это очень важно. В первой стране есть свой культура, поэтому это другая кукла. Например, в Иране у нас мубарик, а здесь у нас петрушка. И поэтому разные, но все одинаковые, потому что они все идут из одного слова. Это любовь. Да, вы всегда со мной, она. Красивая. Не, не, это моя жена. Мы увидели только иранский спектакль от гостей из Ирана. И знаете, очень интересно. Вот сюжет не сильно просматривается, да он там и не нужен. То есть, в принципе, они хотели показать свою культуру, и это нас очень сильно заинтересовало. Ты что скажешь? Ну, в целом, все спектакли, которые я построил, их всего два, они довольно интересные, с интересной задумкой, с интересными постановками. То есть, они довольно необычные, по сравнению с тем, что я видел ранее. Довольно интересно, не жалею, что пришел. Знаете, это, как бы, все народы, как бы, собираются в одном месте, делятся с какими-то культурными моментами, делятся своим творчеством, это всегда очень интересно. Я тоже считаю, что это от фестиваля нельзя тут проходит, потому что это довольно интересно, что разные народы собираются в одном месте, это довольно круто. Первый спектакль это было, получается, мне понравился акцентом актеров и сюжетом. Ну, смешно было и одновременно, и поучительно. А тебе понравился? Да, мне очень понравился. Мне понравился он тем, что там все очень смешные и смешно говорят. А тебе? Ну, сначала мне было непонятно, что там говорят, но потом, все-таки, я поняла, о чем там говорится. Ребятишки, как вы думаете, здорово, что у нас есть такой фестиваль в Хакасии? Да, очень. Почему? Ну, это просвещение, во-первых. Люди из другой страны приехали. Ну, просто посмотреть можно. А ты как думаешь? Люди приехали очень далеко сюда, чтобы мы посмотрели, порадовались. Вы порадовались? Да. Ну, первый я сначала не поняла, а потом мне мама рассказала, что надо слушать переводчик. Я послушала, ну и вроде вник в эту историю. Как-то просто люди приехали специально, чтобы нас порадовать. Это точно. Тебе понравилось? Да. А с пантомимой для абаканцев выступил театр из Санкт-Петербурга. Спектакль без слов под названием «Небесная карусель» – это трогательная история о мире детских фантазий, в которых возможно все. Так стремительно и быстро пролетели эти прекрасные для детей и взрослых дни. Малыши, подростки и взрослые в полном восторге от увиденных представлений. На память у них останутся фотографии с необычными куклами и артистами, и, конечно, воспоминания об этом небольшом, но таком насыщенном кусочке лета. Следующий эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чирчаян» состоится в республике уже в 2025 году. Судьба наших героинь связана с жилым районом Нижняя Согра. Когда-то они переехали сюда, чтобы жить и работать. В некогда бесперспективный, непрестижный район. Но кто бы мог подумать, что вместе они смогут его изменить и сделать лучше. Конечно, не без помощи жителей. Знакомьтесь, Татьяна Владимировна Макарова и Любовь Александровна Черчинская. Обе учительницы, а в последние несколько лет руководители каждый в своей сфере. Татьяна Макарова – староста жилого района Нижняя Согра, а Любовь Черчинская – директор школы номер 7. Кстати, началась история их знакомства именно в образовательном учреждении. Когда я только начинала свою работу на Нижней Согре, вообще я начала ее здесь еще с 96-го года в качестве учителя. География в школе номер 7. Тут постоянный бурьян, отсутствие цветов, отсутствие каких-то, например, дорожек асфальтированных. Ну и вообще, приехав работать сюда, конечно, у меня была вот такая мечта, чтобы этот район стал немножечко другим. Не таким, как он был в 96-м году, когда в объявлениях о покупке жилья было написано «Согру МПС не предлагать». Это, по-моему, все горожане помнят хорошо, кто примерно такого возраста, как я. Наши героини не родились на Согре. Сюда их привела судьба, а точнее работа. Педагоги по образованию пришли в небольшую, можно так сказать, почти деревенскую школу. Ведь район Нижняя Согра много лет называли рыбацким поселком. Деревенькой в черте города. Сейчас, конечно, это трудно представить, насколько все изменилось. В 1985 году здесь было, конечно же, все по-другому. И автобус тогда пятерка, единственный автобус, который ходил до определенной остановки наверху. И вот это все были огороды. Здесь не было ни дороги, ни сквера. То есть стояли, строились дома. Вот Полоначарского, Помечурина. Все это в нашей памяти. И, соответственно, вот за это время наш район очень преобразился. И мы понимаем, что он и дальше будет развиваться. Планов много. Ну, конечно, я не буду говорить о том, что там подсыпать улицу или что. Есть были глобальные планы. Вот хотелось нам, чтобы у нас была КТЦ, оно появилось. Хотелось, чтобы у нас был сквер, он стал. Хотелось, чтобы у нас были все улицы в нашем районе освещены. Они освещены все. Сейчас хочется школу, хочется спортивный сад, сад и детский садик. Школы и старостат тесно взаимодействуют. Помогают друг другу не только в общественных мероприятиях. Например, на праздниках, субботниках. Учреждения объединяют между собой жителей, семьи района. Вместе отдыхают в турах выходного дня. Вместе принимают решения. Например, именно благодаря активной позиции жителей на Согре появился сквер, где теперь любят отдыхать и фотографироваться с самым известным согринским котом – рыбаком. Ну, нужно сказать, что, во-первых, территориальное общественное самоуправление началось именно с Нижней Согры. И первой староста стала наша учительница, учитель начальных классов Лидия Юрьевна Давыденко. Соответственно, школа – это организация, которая постоянно помогала ей и Татьяне Владимировне в настоящее время в любых мероприятиях – спортивных, творческих, сход граждан или что-то другое. То есть мы первые помощники старосты. Соответственно, у нас общие задачи, общие цели. Кстати, именно на Нижней Согре в школе номер 7 появился первый в Абакане благотворительный фонд, рассказывает Любовь Александровна. Организаторы устраивали мероприятия, помогали нуждающимся. Сейчас эта работа продолжается в другом формате, ведь отзывчивых людей очень много, особенно в таких районах, где все друг друга знают. Хотя нужно отметить, что Согра растет, и кроме частных домов строится многоквартир. Поэтому району нужны новые социальные объекты. И, конечно, без командной работы никуда. Команда – это люди, которые хотят, чтобы наш город был красивым, комфортным. И не случайно к нам, в город Абакан, едут очень много людей, которые восхищаются нашим городом, восхищаются зеленью, восхищаются парками, восхищаются улицами. Для меня слово «команда», наверное, это все горожане, от мала до велика. Потому что каждый из нас, живя в этом городе, он каждый в своем каком-то направлении, в своей сфере трудится на благо города, трудится на комфорт, на развитие. Поэтому команда – это город Абакан. Дарья Козак, Артем Амзараков, новости. На этом пока все. Я напомню, что еще больше новостей на нашем сайте abakan24.ru. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеграм-канале «Абакан24» и во всех социальных сетях. QR-код вы видите на своих экранах. Присоединяйтесь. До свидания. Всего вам самого наилучшего. Наилучшего.